Моды. Каких у нас только модов не было? Девочки. Пацаны. Детишечки. И снова девочки. Но сегодня нам предстоит потерять всё. Даже девочек. Чтобы снова подняться. Так, 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 так. Что тут у нас? Ага, понятно. Каковы что? Ничего. Опа, вот это пригодится. И вот это тоже. Не, вообще нормально, нормально. Ну-ка, тут... О, ну ты лятый, посмотри. Балтика девятка, туалетная бумажка. Это я сейчас всё Сиплому дам. А что ещё тут у нас? Ооо, такое я люблю. Слышь, Сиплый, я тебе товар принёс. Здорово, Сиплый. О, что у нас тут сегодня? Ага. Раз рубль. Плюс 10 рублей. Плюс ещё сколько у меня там? Это вообще 120 рублей. И балтику девятку тоже держи. Ага. Всё, спасибо, Сиплый. Я ещё вернусь. Хе-хе-хе-хе-хе. Сегодня будет очень необычный видос. Я расскажу и скину тебе не только моды, но и карту, ресурспак. В общем, всё, что только нужно для выживания бомжа в России. А ты прямо сейчас ставь лайк, если бы не хотел стать бомжом в реальной жизни. Хе-хе-хе. Те, кто смотрит меня давно, наверное, помнят те самые времена, когда я снимал выживание бомжа в России. И для этого выживания я сделал свою специальную сборку модов, построил специальную карту и даже сделал специальный ресурспак для этого выживания. И всё это я сегодня тебе покажу. Пожалуйста, поставь прямо сейчас лайк. Всю эту сборку модов, ресурспак, карту я делал очень и очень много дней, даже месяцев. И, конечно, мне всё это не жалко скинуть тебе, но всё же я заслужил хотя бы лайкосик. Так что поставь, пожалуйста, прямо сейчас лайк. И как только этот видос наберёт 50 тысяч лайков, я скину всё в описании к этому видео. И карту, и сборку, и ресурспак. А мы уже будем начинать. Ну и начнём мы, пожалуй, с самого главного. Здорово, Галина Петровна, здравствуйте. Добрейший вечерочек, ага, привет. Начнём мы, конечно же, с предметов, которые необходимы для выживания бомжа в России. У бомжа хоть и ничего нету, но выживать-то ему как-то надо. Именно поэтому я добавил такую кучу всего, что нашему бомжику придётся только позавидовать. Самое основное, это, конечно же, бутылки. Бутылки есть разных видов, их ты сможешь встретить прямо на карте. Вот, смотри, раз, одна бутылочка, вторая бутылочка. Все эти бутылочки мы можем собирать, коллекционировать, а потом сдавать, чтобы, конечно, получать деньги. Ты посмотри, сколько разных тут есть денег. 50 рублей, 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей. Это просто жесть, даже мелочь есть, ты посмотри. Десятирублёвая монетка и даже 1 рубль. Всё это, конечно же, пригодится тебе в выживании. Плюс ко всему, в различных мусорках мы сможем найти, например, вот такие вот пустые банки с Балтика-девяткой. Это пиво такое. Их мы тоже можем сдавать. Ну и, конечно, бомжу нужно что-то кушать, поэтому у нас тут есть самая лучшая еда. Биг Бон. Шоколадка Аленка. Доширак. Бабкины семечки. Я тебе реально говорю, всё это можно поесть. Вот можем прямо сейчас так вот, опа, нормально, вместе с упаковкой съели семок, пожелали и нормально. Ну, если тебе доширак не нравится, можешь съесть, например, ролл, там тоже нормально пойдёт. Помимо бутылок ты можешь сдавать ещё очень-очень много всего. Например, газеты. Газеты можно поворовать в различных почтовых ящиках, я думаю, понятно. Туалетную бумагу тоже иногда выкидывают в мусорку, поэтому её тоже можно забрать. Пустые пачки от сигарет, а иногда они даже бывают не пустые. Ну и, конечно же, одежда, потому что мы живём в России. И в России зимой очень холодно, поэтому нам по-любому пригодятся вот такие вот брюки. Или, например, кроссовки. Ну, ты посмотри, какие классные кроссовки. Ля, о-мо-па-па-па. Мусорные пакеты, чтобы это всё было удобно собирать. Серебряная кнопка, это уже... Это кто поймёт, тот поймёт. Телефоны, которые можно отрабатывать у разных школьников. Ну, или можно быть хардкорным и ходить с Nokia 3310. Это, если что, такой телефон, который даже я не застал, хоть я и очень старый. И много-много ещё всего другого. Это далеко не все предметы, которые ты сможешь здесь найти. Но я вроде бы как показал самое основное. Ну, а мы переходим дальше. Второе, что хотелось бы показать, это, конечно же, машины. Машин у меня здесь очень-очень много. У меня целых два мода на машины. Есть даже вот такая вот красивая затюнингованная машина. Если что, это я сам её разукрасил в одной из серий. Я был бомжом, у меня была машина, и я вот решил её разукрасить, чтобы выделяться из серых масс. Также тут есть не только Жигули. Вот такие вот крутые машины, на которых всех тоже можно ездить. На самом деле, про машины я рассказывал в одном из предыдущих видео, где показывал моду для пацанов. Поэтому, кто не видел этот видос, прямо сейчас тыкаем. Вот где-то там подсказка. Короче, где-то вот здесь вот подсказка будет. Посмотри обязательно серию модов для пацанов, потому что там я показываю все машины, объясняю, как они работают. Ну, глядь, посмотри, даже грузовики есть. Можем сесть в грузовик, вот так вот порулить, ё-моё. Все эти машины нужно заправлять, чтобы на них поехать. Ну, я сейчас в креативе могу без топлива поехать. Но вообще, все эти машины нужно заправлять. Также тут есть различные военные машины. И, кстати говоря, всех можно купить, но об этом я чуть-чуть попозже расскажу. И даже спортивные машины, ля ну ты, посмотри. Я даже не знаю, как такая машина называется, но выглядит она явно очень даже прикольно. Как я уже сказал, помимо того, что все эти машины можно купить, их еще и можно затюнинговать. Автосалон. Мы можем сюда прийти, вот тут моя еще одна тачка стоит, та же самая. Вот такая вот машинка, которую чинит тут какой-то челбас, который лежит снизу. И, конечно же, автомеханику, которую можно купить различные запчасти, поставить себе новые диски, шины. Короче, можно сделать все, что угодно. Я особо в машинах не разбираюсь, поэтому ты тут сам посмотри, поизучай все. Потому что я тебе показал только малюсенькую часть. Вот посмотри, все это машины. Я реально тебя не обманываю. Вот все вот это, это все машины. Вот я могу любую взять, вот, например, не знаю, какую-то вот эту вот машину. Берем, ставим ее. Опа, ля, ну ты посмотри, какая красивая машина. Всякие различные жигули разного цвета, с разными подвесами, с разной скоростью. Тут можно миллион лет все рассматривать, но я сейчас этого делать не буду, потому что не хочу, чтобы у меня ролик вышел на целый час. Ну, ля, ты посмотри, вот это просто вообще тачка, точила, точила. Машины вроде как куда бедно я тебе показал, а мы переходим к самому важному. Знаешь, про моды выживания бомжа в России можно рассказывать бесконечно, потому что модов здесь настолько много, я, конечно же, их всех скину, если ты поставишь прямо сейчас лайк, и под этим видео будет 50 тысяч лайков. Но самое главное здесь, конечно же, карта, на которой ты будешь выживать. И эту карту я строил своими руками очень-очень давно. Я не знаю, может быть, она тебе даже и не пригодится, потому что ее нужно дорабатывать, много здесь достраивать, но я правда вложил в нее душу, и поэтому хочу тебе показать, что примерно у тебя может получиться. Ты можешь, например, взять мою карту и достроить ее под себя, как ты захочешь. Это у нас такой, знаешь, средний статистический город в России. Разбитые к чертям дороги с дырками. Ну, вот я уверен, в своем городе все так же. Вот у меня возле дома примерно вот такая же дорога и есть. Наверное, даже похуже. Повсюду валяются бутылки, которые, конечно же, ты можешь собирать и сдавать. Есть даже полицейский участок с полицейскими, куда ты можешь, конечно же, загреметь. Даже, смотри, ДПС машина стоит. Настоящие русские подъезды с бабками на скамейке возле них, которые постоянно будут на тебя кричать и ругаться. В подъездах мы можем даже купить ключи от квартиры и выбрать себе квартиру по душе и поселиться в ней. Вот тут, кстати говоря, есть почтовые ящики, в которых... О, смотри, газетки-то есть. Вот отсюда как раз-таки ты можешь собирать газетки и сдавать их в макулатуру. Если ты уже станешь состоятельным бомжом и купишь себе машину в автосалоне, то ты сможешь купить себе гаражик для своей машины. Вот вот такого вот чебуречка. Ты можешь купить себе ключи от гаража. Они стоят достаточно дорого, потому что, ну, как бы, это же гараж, собственность. Но сюда ты сможешь поставить свою машину. Вот, например, был мой гараж в рубрике. Ты посмотри, ля, какой он красивый. У меня даже тут унитаз стоит. Не знаю, зачем. Видимо, я жил в гараже. Пятерочка, в которой ты можешь покупать себе маленько покушать. Правда, здесь почему-то закрыто, но мы зайдем, не будем смотреть на эти поганые таблички. Тут у нас стоит продавец, у которого мы можем купить роллтон, бигбонд, доширак. Целых 20 рублей. Точнее, всего 20 рублей стоит. Так очень даже мало. Рядом с пятерочкой есть секонд-хенд, в котором ты можешь купить себе какую-нибудь одежду. Например, вот, я не знаю, пиджак Dolce & Gabbana за 1000 рублей. Или мой старый мерч. В общем, интересная ситуация. Также, если у тебя уже есть машина, тебе нужно обязательно ее заправлять, потому что она иначе не поедет. Нужен бензин. Поэтому ты можешь прийти на заправку. Вот, Ляса Ривы, заправка. На эту заправку. То есть можешь заехать на своих жигулях, или что на чем-то там будешь кататься, не важно. И купить вот у этого чебуречка бензин. Да, всего 100 рублей. Одна канистра. Это очень даже мало. Одной канистры хватает, наверное, минут на 10. Поэтому очень даже недорого здесь бензин продается. Ля, смотри, тут какая-то машина первого канала стоит. Интересно. Чем больше ты будешь играть в выживание бомжа в России, тем больше у тебя будет денег накапливаться. И, конечно же, тебе понадобится банк, в который ты можешь прийти и обменять здесь деньги, которые у тебя есть. Ну, например, вот за 10 рублей по монеткам ты можешь обменять на 100 рублей купюрой. Очень и очень удобно. Я этим очень часто пользовался. И много-много всего другого. Например, больница, если вдруг тебе станет плохо. Различные другие дома, в которые ты тоже можешь зайти, погулять по подъездам, выкручивать лампочки, как я это делал. Или вот, например, смотри, стоит ДПС, пост ГАИ, тут тебя могут остановить, вот так вот тебя спросить документики и всё такое. Или даже, может быть, ты захочешь вступить в военную группировку к Игорю Бердянскому. Кто тебя знает? Почему у нас скины не прогружаются? Я не понял. Эй, скины, прогрузитесь. О, другое дело, ля, ты посмотри, какие серьёзные товарищи стоят в масках с оружием. Я тебе специально не рассказываю про моды на всякое оружие, на вот всякие дороги, потому что ты сам это всё посмотришь, найдёшь, что не так интересно, я тебе показываю самое основное, ля, ты посмотри, это же кабинет Игоря Бердянского, ё-моё. А в конце твоего выживания, может быть, у тебя уже хватит денег на квартиру, и тебе нужна будет мебель в твою квартиру, и ты придёшь вот сюда, вот в Икею, и захочешь себе прикупить какую-нибудь мебель, например, вот они знают, унитаз, или стиральную машину, занавески, раковину, короче, всё, что угодно ты сможешь купить вот здесь вот в Икеи. И это, конечно же, далеко не всё, что есть на этой карте, я её очень-очень долго строил, и это прям, правда, частичка меня, поэтому ещё раз тебя попрошу, пожалуйста, поставь лайк, и я скину ссылку на карту, на моды, на ресурспак, на всё это в описании. Рубрика бомжа давным-давно закончилась, но память о ней будет жить вечно благодаря вот этой карте, модам и ресурспаку, и я надеюсь, что они тебе пригодятся. Обязательно прямо сейчас подписывайся на канал и тыкай на колокольчик, если ты ещё этого не сделал, чтобы не пропустить новую интересную серию про моды. И, конечно же, напиши в комментариях, какие моды мне показать в следующий раз. Увидимся в следующей серии, пока!